Всем привет! Очень рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем метапе, посвященном базам данных, но и не только базам данных, а все, что окружает их. И начнем с того, что представлюсь. Меня зовут Владимир Алешин, я руководитель разработки платформы DBAs. Всю свою карьеру, моя карьера разработчика была связана как-то с базами данных. Последние несколько лет разрабатываю DBAs, ну и в целом руковожу командой по разработке DBAs. О чем сегодняшний наш доклад? Мой доклад первый, и я хочу рассказать, наверное, не погружаясь в технические детали, вообще, что такое DBAs, зачем он нам понадобился, вот, как мы пришли к тому целевому решению, к которому мы пришли, и обсудить прекрасное настоящее, которое мы сейчас имеем. Все это будет без погружения, верхнеуровневое. Я ожидаю, что если вам будет интересно, вы зададите вопросы и словите меня в дискуссионной зоне. С радостью на них отвечу. Более хардкорные вещи расскажут мои коллеги в своих следующих докладах. Ну и давайте начинать. Начнем, конечно же, как обычно это происходит с определения и определим, что такое DBAs. DBAs по определению это Database as a Service, то есть предоставление базы данных как услуги. Но мы вкладываем в этот термин немножко больше, и для нас DBAs еще означает полную автоматизацию жизненного цикла баз данных. От создания до удаления, и там архивация, бэкапы, метрики, все это сразу, и все это в автоматическом режиме. Не менее важным фактором для нас является то, что DBAs это платформа, а правило, которое применимо ко всем платформам, она должна снимать паразитную когнитивную нагрузку. Это означает, что у продуктовых разработчиков, которые занимаются разработкой бизнес-приложений, не должно возникать никаких проблем по работе с базами данных. Они не должны думать, как они создаются, бэкапятся, и вот это все должны разрабатывать свой продукт, и мы стараемся, стремимся к тому, чтобы это так и было в реальности. Ну, а начнем мы с предпосылок создания платформы DBAs, и, наверное, самая главная предпосылка — это переход Авито в микросервисную архитектуру. В 2018 году Авито начал свое движение к микросервисам, и количество микросервисов начало просто стремительно расти. Я привел график ниже, где можно посмотреть, как год от года росли микросервисы в Авито. И у микросервисов, как у любого инженерного подхода, существуют свои паттерны, и один из главных паттернов, который повлиял на базу данных, называется Database per Service. Он означает, что у каждого микросервиса должна быть своя база данных, и микросервисы не должны иметь разделяемую базу данных. Это сделано в первую очередь для разделения доменов и зон ответственности, но во вторую очередь, чтобы коммуникация между микросервисами была прозрачная, а не через общую базу данных. Кроме этого паттерна, в микросервисах заиграл еще один паттерн, который существовал до, он называется Polyglot Persistence. Суть его заключается в том, что если для вашего приложения необходимо решать разные задачи относительно баз данных, ну, например, кэшировать данные, хранить данные надежно и проводить аналитику, то разумно использовать для этого несколько баз данных для микросервиса. Ну, например, ваш микросервис пользователей может использовать Postgres для хранения пользователей, использовать Redis для кэширования и быстрых ответов, и может использовать какой-нибудь ClickHouse для того, чтобы гонять аналитику по тем данным, которые у вас подходят. Если это совмещать в одну базу данных, обычно получается на высоких нагрузках не очень, что-то не работает. И к 2021 году мы поняли, что мы не успеваем обеспечивать спрос, микросервисы растут, а за ними база данных количества растет все больше, база данных все создаются и создаются, и нам надо было как-то обеспечивать спрос по созданию баз данных, потому что когда мы создаем базу данных, продуктовый разработчик не катит свой код в production, продукт не работает. И с этим нужно было что-то делать. И вот есть такой вот страшный слайд, я надеюсь, он будет единственным страшным слайдом сегодня в моей презентации. Основная идея здесь заключается в том, что создание баз данных проходило достаточно тяжело, и начинался процесс того, что разработчик шел в TaskTracker, создавал тикет на создание базы данных, и от создания тикета до выдачи базы данных проходило от 3 до 7 рабочих дней, потому что и сам процесс создания базы данных был достаточно тяжеловесным, сложным, местами рутинным, местами надо было быть очень внимательным, что не исключало всякого рода человеческие ошибки. Посмотрели мы на все это и решили, что нам нужна старая добрая классическая автоматизация. До этого мы уже автоматизировали, у нас были какие-то технологии, например, как LXC, Puppet, SIMDB, это аналог нетбокса наш местный. То есть мы какую-то часть уже закрывали автоматизацией, но этого было недостаточно. Кроме этого мы столкнулись с следующими проблемами. У нас отсутствовал единый реестр баз данных, мы банально не могли отвечать на вопросы, а кому принадлежит эта база данных, а какие сервисы ее используют, имеют доступы. И нам было сложно контролировать весь этот наш большой зоопарк. Кроме того, нас смущали полуавтоматические сценарии развертывания и конфигурации. Подход с GitOps, он, конечно, прекрасен, но когда тебе на каждое изменение нужно коммитить, проходить ревью, и вот это все, это сильно затягивало доставку изменений до продакшена. Немаловажным фактором, который еще хочу отметить, это работа с железом. Управлять железом было достаточно сложно. Банальная задача для DBA по управлению железом, это когда у тебя попросили базу данных, тебе вот из всего парка серверов надо найти тот сервер, куда база данных вместится, и не будет никому не мешать. И платформенная часть, платформенная проблема, это гетерогенная инфраструктура. В зависимости от окружения звучит страшно. Страшно, сейчас объясню. Основная идея заключалась в том, что продакшен у нас работал на одной инфраструктуре, а, например, когда разработчик разрабатывал свое приложение на ноутбуке, база данных там тоже поднималась, но поднималась она другой инфраструктурой, и вот эта разница в инфраструктурах давала различное функциональное поведение баз данных, и иногда случалось так, что протестированное приложение по работе с базой данных в локальном окружении работает, но при выкатке в прот оно не работает, потому что в проте другая инфраструктура, другие правила, и вот самый, наверное, яркий пример – это ролевая модель, которая в локальных окружениях не существовала, и вот ребята качатся в прот, а в проте ролевая модель не дает им исполнять какие-то команды относительно их с базой данных. Подумали мы, что все нормально, и надо просто поднажать на автоматизацию, но как бы не так. Авито начал двигаться в сторону в нескольких дата-центрах, и управлять и планировать железом стало еще сложнее. Появилась необходимость обеспечивать отказоустойчивость системы в нескольких дата-центрах, чтобы база данных работала, и для клиентов это было переключение из дата-центра в дата-центр незаметно. Появилась задача переноса базы данных из одного дата-центра в другой дата-центр, и так, чтобы клиент еще этого никак не замечал. И тут мы поняли и осознали проблему, что мы находимся в трудном положении. Собственно, надо было что-то с этим делать, и мы пошли вырабатывать целевое решение для платформы DBAs. Как обычно мы работаем с нашими инженерными задачами, мы собираем требования. Как я уже рассказал, нам не хватало единого реестра баз данных, и нам надо было его создать. Мы хотели полную автоматизацию. Та автоматизация, которая у нас была, она была, конечно, классная, но вот это вот коммитить на изменения, еще какие-то вещи, например, выбирать свободные сервера, это было рутинно, и мы не хотели этим заниматься. Железо с несколькими дата-центрами становилось все больше и больше, а это значит, что у нас возрастали накладные расходы по обслуживанию железа, сервера чаще начали вылетать, потому что их просто стало больше. И это надо было как-то обрабатывать. Немаловажным аспектом, который нас беспокоил, стала еще надежная работа со Stateful. Имеется в виду, что мы вот тут база данных предоставляем, мы не можем просто вот так вот, как в ПАСе, как в Stateless мире, отдавать какое-то решение, которое будет работать, терять данные, перезапускаться, и все будет нормально. И нас интересовала работа в нескольких дата-центрах. Что мы сделали? Мы пошли узнавать, что там у соседних команд. Не мы, наверное, первые сталкиваемся с такой проблемой. И существовало две школы мысли. Это ребята из DevOps, которые сидят на том же стеке и занимаются похожими задачами, сетапят контейнеры, сетапят виртуалки, отдают их им пользователям. К сожалению, у них менее подвижная инфраструктура, и они не ведут себя как платформа. Они говорят, вот вам виртуалка, дорогой пользователь, вот вам контейнер, дальше вы сами настраивайте. И они не решают вот эту вот задачу проникновения в сервис и решение задачи снятия когнитивной нагрузки. Но, с другой стороны, у нас существовали коллеги из PAS, которые вовсю уже использовали Kubernetes, и написали кучу обвязок для него. Они к нам по духу подходили немножко больше, у них был схожий паттерн нагрузки и диалогия по работе с пользователями. Они были платформой, они предоставляли деплой сервиса по клику. К сожалению, экспертизу не у всех удалось перенять, потому что базами данных занимаемся только мы, и вот наши нюансы работы с базами данных были только у нас в головах. Но это ничего страшного, мы к этому были готовы, и можно было искать какие-то решения. Как обычно, построили табличку по требованиям, сравнили два решения. Классическое решение, которое у нас было кодовым словом, азокси назовем, вот старая инфраструктура, и была новая инфраструктура Kubernetes, которая могла бы стать альтернативой. Видим, что в некоторых частях у нас побеждает Kubernetes, вот в некоторых частях никто не побеждает, это значит, что нам приходится вне зависимости от платформы реализовывать и то, и другое решение. Ну а синеньким я выделил слайды, выделил строки, про которые мои коллеги расскажут дальше чуть-чуть подробнее. Собственно, сравнение табличка есть, надо принимать решение. Классическая задача выбора решения. Нужно определиться, какой мы стул выбираем, но не так-то просто оказалось. Оказалось, что у нас есть живые пользователи, и нам надо выбирать решение, которое будет обеспечить плавный переход с одной платформы на другую платформу, и вообще это должно существовать одновременно и работать. И тут бы я хотел поговорить о том, как это есть сейчас. Сейчас мы реализовали всю функциональность, которую я рассказал. Вот, единый реестр есть, работа в мультидата-центрах есть и работает. Работа со Stateful, мы тоже решили эту проблему, и дальше в следующих докладах мы расскажем подробнее, как мы работаем со Stateful в Kubernetes. Ну и самое главное, две вещи. Мы получили полную автоматизацию, то, чего и добивались, и мы решили проблему паразитной когнитивной нагрузки за счет того, что у нас инфраструктура стала унифицированной, и на ноутбуке у разработчика работают абсолютно те же кубернации-операторы, что работают в продакшене, создают абсолютно таким же образом базы данных, что дает им согласованное функциональное поведение. Помните вот ту страшную картинку про создание базы данных? Сейчас она выглядит таким образом. Это значит, что… Точнее, это не значит, что… Она точно стала проще. Но важно здесь, что мы сократили время создания базы данных от 3-7 рабочих дней до 2-5 минут. То есть база данных полностью с бэкапами, с метриками, со всем секретами, с репликацией разворачивается за время от 2 до 5 минут в зависимости от технологий. И мы не прогадали со своим решением, потому что количество баз данных по технологии продолжало расти. Где-то она начала расти настолько стремительно, что мы даже сами не ожидали. Вот тут я привел логарифмическую шкалу, чтобы это хоть как-то было видно, насколько бурный рост у нас произошел. И если у нас база данных так активно создаются, то у нас их, наверное, должно быть сейчас очень много. Это немножко не так. Мы начали обслуживать еще стейджинг окружения, перформанс и прочие временные окружения для работы микросервисов. Там мы выдаем базы данных, которые ведут себя аналогично продакшену, собственно, закрывая ту самую проблему паразитной когнитивной нагрузки. Ну и еще бы хотелось сравнить количество баз данных по платформам, чтобы удостовериться, что мы в правильную сторону идем. И как можно видеть, уже с 2022 года у нас, да даже с 2021 года, количество баз данных, создаваемых в кубернете, стало превышать количество баз данных, создаваемых в LXC. И вот мы переломили этот тренд и начали уходить в полную автоматизацию. Коротко о выводах. Так, выводы здесь достаточно простые. И первый вывод такой, что микросервисы – это классно, но у микросервисов есть неочевидные последствия. Конечно, можно было сесть и подумать, и сказать, ага, микросервисы – это больше сервисов, больше баз данных, но мы этого сразу не увидели, а увидели уже по факту. Ну, ничего страшного, мы с этим справились. Второе следствие, вывод – это то, что инфраструктура не должна мешать бизнесу расти. И если бы мы не пошли в полную автоматизацию, мы бы не дали возможности бизнесу расти такими бурными темпами, которыми он растет сейчас. Третий важный вывод – это то, что не всегда есть возможность начать жизнь чистого листа. И вот у нас сейчас существуют две платформы, когда мы уже обеспечиваем миграцию между ними. Но это совсем история про отдельный доклад, я тут не буду углубляться. И последний и важный вывод, который мы для себя сделали – это Kubernetes – отличная технология. Она неплохо стандартизирована и подходит не только для работы с микросервисами, но еще и подходит для работы с базами данных. Как они работают в Kubernetes, коллеги мои расскажут дальше в своих докладах. Ну, а на этом я бы хотел закончить. Спасибо за внимание. Спасибо, Вова, за доклад. Вопросики? Пойдем справа налево. Такой душный вопрос немного. Вот вы сказали, что изначально у разработчиков была другая инфра, отличающаяся от прода. И это типа окей, вроде, если мы говорим про какой-то стартап, но вы говорите про Авито. И почему нельзя было сразу по-человечески сделать там контора разные, короче, ну типа D, Stage, Pro, стандартная история. Какая проблема? Проблема, наверное, бурного роста. Потому что начали, когда это был Monolith, вот, тогда там было все просто и было все похоже. Потом микросервисы начали плодиться для микросервисов. Появился Kubernetes и свои какие-то подходы, вот, по работе с Kubernetes, чтобы локальная разработка не тормозилась. Изначально мы сделали базу данных в Kubernetes, но они вели себя функционально не так, как себя ведут в продакшене, потому что сделать просто запуск пода, который там будет вести себя как-нибудь, и пусть он теряет данные перезапуски, это не страшно для локальной разработки. Но вот потом это все начало расти снежным комом и нарастать разница между продакшеном и между локальным окружением, и дошло до критической точки, когда пришлось ее уже устранять, когда это стало проблемой. То есть это артефакт роста. А разве это не выглядит как проблема ответственности, что человек, поддерживающий продовую базовую, просто не поддерживает также Deos? Ну, просто у меня в компании тоже есть DBS-а-сервис, у нас там своя платформа, и у нас тоже распилилый монолит на пыхе, и там на микросервис, и та же самая история. И вот у нас какой-то такой проблемы не было. Я пытаюсь понять феномен, почему вы с ней столкнулись. Я полагаю, это феномен любой инфраструктуры, которая начинает быстро расти. Ну вот можем в деталях уйти в куларную зону и пообсуждать детали. Окей, окей. Вот, на ваш взгляд, именно так. Следующий вопрос из той же зоны. Спасибо большое за доклад. Вот, вопрос такой, а при развертывании использовали операторы в баз данных? Если да, то какие? Да, использовали операторы, если да, то свои. Вы за основу брали какие-то опенсорсные, потом допиливали их под свои нужды? И так тоже делали. И так тоже делали. Мои коллеги чуть-чуть затронут эту тему в своих докладах. Вот, но база заключается в том, что опенсорсные операторы не работают в мультидата-центровой среде, и это основной челлендж. Кубернетс не работает хорошо, растянутый на несколько дата-центров, но это просто техническая работа кубернетса. И когда у тебя нет единой точки контроля, большинство опенсорсных операторов перестает работать корректно. Так а там же федерация, и перекидываешь данные куда надо, и все, перекидываешь на кубернетс. Да, федерация вышла уже из бета-кубернетса, я не следил, и мы говорим, когда вся началась движуха, это был 2019 год. А, понял. Вот. Сейчас, конечно же, может быть, можно сделать по-другому. Спасибо. И вопрос с левой части зала. Большое спасибо за доклад, было очень интересно. Вопрос такой, а как вы уговаривали разработчиков переезжать с LXC в кубер? То есть, как бы они такие, вот мы знаем LXC, это наше родное, кубер это уже какая-то непонятная история, насколько я понимаю, которая не сразу заработала хорошо. То есть, приходилось как заработать, получается, авторитет, доверие? Прямо сердечко вопрос. Достаточно тяжело уговаривали. Но, во-первых, как обычно при переезде строятся вот эти штуки? Это не касается напрямую моего доклада, но я вам коротко отвечу. Вы закрываете деплой на старую платформу и разрешаете деплой только на новую платформу. Это первое. Первое, что вам нужно сделать, когда нужно избавляться от legacy. Второе, вы придумываете хорошее объяснение, почему старая платформа больше не подходит. Для нас хорошее объяснение было, это то, что старая платформа достаточно плохо, нестабильно работает в нескольких дата-центрах и мешает масштабироваться. А третье, ну вот эти стандартные штуки с убеждениями, угрозами и мольбами, ими и заставляем разработчиков мигрироваться. К сожалению, для разных технологий процессы миграции выглядят по-разному, и где-то это большая часть работы инженеров DBA, а где-то большая часть разработчиков. Вот, поэтому тут универсального такого ответа, ну вот эти вот три пункта, универсальный ответ. Окей, просто вопрос. Как считаешь, насколько удачно прошла миграция, то есть насколько люди остались довольны, и насколько хорошо вы сохранили свои нервы? Хороший вопрос, готов обсудить его в кулуарах. И финальный вопрос из зала. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас там написано 2006, по-моему, баз данных, в зависимости от типа сред. Это надо поделить на число сред или умножить их? Это надо поделить. Поделить, да? Да. А приблизительно на сколько у вас типов сред? 5 или там 3? Сколько типов сред? Ну, наверное, основных все-таки по большому количеству 2. Это продакшн и стейджинг. Есть сорта стейджинга, например, перформанс стейджинг. И если делить и откидывать вот этих вот перформанс стейджинг и прочие временные стейджинги, то делить на 2. Еще короткий вопрос. У вас вот тот самый был, наверное, какой-то такой центральный какая-то база данных, которую вы там истончали, истончали, переходя в стейтлесс. Вот сейчас хочу понять, она осталась все-таки, хоть какая-то центральная база там? Или реально вы перешли полную в стейтлесс? Вы, наверное, про самую большую нишеродированную базу в Европе, которую мы в 2018 году рассказывали. Ну, типа того, да, у меня даже друг спросил. К счастью, от нее осталось жалкие 40 гигабайт. 40 гигабайт. Но она все равно есть, она играет какую-то такую центральную роль или нет? Нет, уже не играет центральную роль, просто какой-то функционал остался в монолите, он там работает, вот, и, может быть, умрет вместе с монолитом. И на Оракли, и на постгресс? Это все постгресс. Все, спасибо. Спасибо вам. Сейчас похлопаем Владимиру за вопросики, ответики и за сам доклад. Спасибо.